Урожайность зерновых по всей Чувашии Главные врачи лечебных учреждений республики определились с задачами, которые предстоит решать в ближайшие пять лет Когда соблюдение масочного режима в торговой точке и своевременная дезинфекция помещений – личная ответственность предпринимателя Четыре месяца все работают в страхе, все боятся В Чубаксарах продолжают работать мобильные группы Сувенирных дел мастера В Чувашии проходит конкурс на лучшего ремесленника этого года Здравствуйте! В прямом эфире Вести Чубаксары в студии Екатерина Храмкина Все пять претендентов на пост главы Чувашии получили удостоверение кандидата на эту должность Сегодня документ вручили самовыдвиженцу Олегу Николаеву В Рио главы Чувашии стал последним претендентом, получившим удостоверение Отмечу, что нынешняя предвыборная гонка в жизни Олега Николаева – вторая Он выдвигал свою кандидатуру на пост главы Чувашии пять лет назад Сегодня я вступаю в борьбу выборы главы Чувашии с позицией временной, исполняющей обязанности главы Чувашии И очевидно, здесь и больше понимания процессов, которые происходят в республике Ну и, конечно же, может быть, больше меры осознания ответственности Регистрация кандидата прошла без эксцессов Все документы были предоставлены, подписи собраны В ЦИКе они засчитали только одну подпись, так как не удалось подтвердить личность ее владельца Были указаны неверные данные И сегодня же удостоверение кандидата на пост главы Чувашии получил еще один участник предвыборной гонки Константин Степанов от партии ЛДПР Накануне претендента на высокую должность в ЦИКе зарегистрировали заочно Так как к назначенному времени в избирательную комиссию он не прибыл Зато сегодня документ ему выдали Мы же ждали до сегодняшнего дня Вот сегодня получено удостоверение И сегодня только займемся работой с избирателем Все это время до этого, больше месяца, мы занимались исключительно процедурой выдвижения Рекордные урожаи зерновых культур ожидают собрать в этом году аграрии Чувашии Страда только началась, а урожайность уже превышает показатели прошлого года почти в полтора раза С одного гектара сейчас собирают в среднем 37 центнеров зерновых В то время как в июле 2019 усредненный показатель составлял 28 центнеров В Рио глава республики Олег Николаев посетил Красноармейский район И посмотрел, как с уборкой справляются местные сельхозтоваропроизводители Агрофирма Таябинка Красноармейского района выращивает зерновые культуры и картофель В этом году сельхозугодия предприятия расширились Зерном и овощами занято порядка 6 тысяч гектаров Хозяйство уже приступило к уборке первого урожая По сравнению с прошлым годом показатели возросли в несколько раз С одного гектара сейчас собирают почти по 60 центнеров зерновых Вот сейчас уже наши работники начали бояться Куда будем девать столько зерна? Специально новое хранилище построили 65 метров длину, ширину 30 метров В агрофирме Таябинка построили многоцелевой арочный ангар Площадью 1235 квадратных метров В ходе уборки там очищают зерно и временно размещают картофель А зимой в ангаре стоит сельхозтехника До полутора раз ожидаемый рост урожайности Это, конечно же, радостные события Но, с другой стороны, ставят новые задачи Посмотреть, проинтеризировать хранилище С тем, чтобы обеспечить достойное хранение От убранного урожая до тех времен, когда будут цены Более выгодные для сельхозтоваропроизводителей В соответствии с современными агротехнологиями В хозяйстве в короткие сроки реконструировали зерносушилку Построили зерноочистительно-сушильный комплекс И хранилище вместимостью 4000 тонны Анжелика Артемьева, Елена Дмитриева, Вадим Владимиров, Вести Чувашия На втором этапе снятия ограничений Роспотребнадзор разрешает открыть магазины площадью до 800 квадратных метров А также иные форматы торговли, включая уличные Однако ряд ограничений все еще сохраняется Накануне мобильная группа выехала в рейд По нескольким столичным торговым комплексам Завидев мобильную группу, продавцы джинсовки и трикотажа На центральном рынке один за другим Закрывают роль ставни своих павильонов Возобновить работу официально им пока не разрешили Второй этап снятия ограничений Хоть и позволяет торговать непродовольственными товарами При соблюдении санитарных правил Но требует отдельного входа Кроме того, сохраняется ограничение по количеству посетителей По словам представителей торгового комплекса Эти точки работают на выдачу заказа С настороженностью встретили проверяющих и в продуктовом отделе Зачем они боятся? Четыре месяца все работают в страхе Все боятся И уже, ну я не знаю, что делать Но ведь им не надо бояться Почему? Потому что самое главное От них требуются маски При обслуживании посетителей У посетителей тоже должны быть маски надеты На посетителей, да И должны быть обязательно дезинфицирующие средства У нас еще раз по требнодзорам на сегодняшний день Вынесено распоряжение проведения санопит-расследования Значит, все требования А требования очень жесткие Они доведены до арендаторов До наших Ну, видимо, они просто побаиваются По словам представителя торгового комплекса «Центральный» Здесь ежедневно проверяют наличие масок и перчаток Каждую неделю проводят санитарную обработку И даже закупили рециркуляторы воздуха На днях арендаторам обещают раздать памятки о том, что необходимо соблюдать Следующая точка, куда направилась мобильная группа Ярмарка на Гладково Вход в основное здание комплекса закрыт Там просто есть точки, которые... Да, но есть их продовольственные товары По поводу масок и дезсредств К продавцам уличных павильонов У проверяющих претензий не оказалось Зато появились вопросы к обслуживанию покупателей Которые пренебрегали средствами индивидуальной защиты Попытка зафиксировать одно из таких нарушений Вызвала волну возмущения Правда, озвучить недовольство по существу на камеру Решился не каждый Почему дистанции не соблюдается? Между нами полтора метра Я микрофон протянула Человека сейчас просто нужно было предупредить, а не штрафовать И она при мне попросила молодого человека одеть маску Он не отреагировал Она же не может на него нацепить маску Но она теперь за этого молодого человека отвечает Это возмущает Все это на самом деле выглядит показательной поркой А где разъяснительная работа? Ребята, вы пришли на рынок Вы пришли на рынок как представители администрации Для того, чтобы людям объяснить, как происходит режим соблюдения правил Которые правила Роспотребнадзора По отношению к предпринимателям По словам представителей мобильных группы В которую входят специалисты Роспотребнадзора Минэкономразвития и Горадминистрации Поводом для такой проверки стали жалобы жителей И не реагировать на эти сигналы они не могут Когда действительно видим, что жалобы поступают от населения О том, что там неоднократно нарушаются, не соблюдается То безусловно органы власти вынуждены уже выявить факт И привлечь к ответственности То есть мы не накладываем органы власти, которые составляют протокол Никаких штрафов, никаких не выносим решений по привлечению Это решают суды Первое это предупреждение И в последующем штрафы По словам городских чиновников Соблюдение масочного режима в торговой точке И своевременной дезинфекции помещений Лично ответственность руководителя, организации и предпринимателя На втором этапе снятия ограничений Требования к ношению средств индивидуальной защиты Ужесточились 28 июля у нас опять введен Обязательный режим ношения средств индивидуальной защиты Сообщить о нарушениях руководству ярмарки на месте не удалось К мобильной группе никто из представителей торгового комплекса не вышел Вернуться с очередной проверкой Специалисты Роспотребнадзора, Минэкономразвития и администрации Чебоксар Планируют совсем скоро И если выявленные недостатки не будут устранены То встанет вопрос о закрытии торговых площадей до особого распоряжения Оксана Замятина, Игорь Ульянов, Вести, Чебоксары Главные врачи лечебных учреждений республики Обсудили проблемы здравоохранения И определились с задачами, которые предстоит решать в ближайшие пять лет Тему продолжит Татьяна Иванова Подводя итоги минувшего года, министр здравоохранения республики сделал акцент на важнейших целевых показателях смертности За 2019 год на 2,5% снизилась летальность от сердечно-сосудистых заболеваний Почти на 5% от болезней органов дыхания Ожидаемая продолжительность жизни перешагнула порог в 73 года Но 2020 год внёс свои коррективы Нынешний год с учётом пандемии не позволяет нам добиться значительного снижения этих показателей И на это есть и объективные причины, и субъективные причины И остаются высокие риски, что целевые показатели смерти не будут достигнуты Особенно негативный динамик и демографический процессов наблюдается в сельской местности Возрастает как требования, так и нагрузка на медицинский персонал Что приводит к низкой эффективности и в частности к своевременному выявлению заболеваний И факторов риска их обусловливающих Результат это позднее выявление заболеваний и рост смерти населения На коллегии была представлена комплексная программа социально-экономического развития республики С 2021 года здравоохранение получит федеральные средства Более 5 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена Это новые поликлиники в ряде городов ФАПы, ремонт более 300 медицинских объектов Закупка почти 2000 единиц медоборудования Наша задача с вами обеспечить, чтобы каждый человек, независимо где проживает на территории Чувашской республики Смог получить медицинскую помощь сполна в кратчайшие сроки Будет продолжена цифровизация отрасли В каждый сельский медпункт придет интернет, чтобы внедрять телемедицинские технологии Дальнейшее развитие получат межтерриториальные центры Готовятся проекты расширения и модернизации ведущих республиканских клиник Впечатляют, конечно, все инвестиционные вложения, которые планируется сделать Это и первичное звено, это межрайонные центры Это активное развитие реабилитации, стационары поликлинические Это усиление больниц третьего уровня То есть строительство новых корпусов в этих крупных больницах Серьезное внимание будет уделено и подготовке кадров В этом году на медицинском факультете около 75% абитуриентов поступят на целевое обучение То есть в будущем выпускники придут работать в больнице, которые их направили Обязательно, мне кажется, в сельской местности должны действовать определенные программы для молодых специалистов Это в первую очередь, наверное, служебное жилье Это есть отдельный пункт нашей комплексной программы Самое главное, вот эта идея пятилетнего планирования, конечно же, это благо То есть мы смотрим на пять лет вперед, а по большому счету заглядываем и дальше в будущее И на десять лет, потому что, конечно же, построенные корпуса, построенные поликлиники Они будут проектироваться, исходя из современных реалий, с заделом на будущее Главным итогом реализации программы должен стать рост, ожидаемая продолжительность жизни в Чувашии до 78 лет Широкое внедрение реабилитационных технологий во всех сферах здравоохранения Улучшение качества и доступности медицинской помощи Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары Двух жителей Янтиковского района оштрафовали за применение насилия в отношении полицейского Около трех месяцев назад инспектор ДПС в Урмарском районе намеревался остановить автомобиль, который вел нетрезвый водитель Однако нарушитель проигнорировал требования полицейского После чего попытался уйти от погони, съехал в поле и застрял Во время составления на автолюбителя протокола подъехал его 20-летний сын в компании друзей Молодые люди предлагали не привлекать нетрезвого водителя к ответственности Но инспектор был непреклонен И из-за этого сын нарушителя вместе с другом нанесли полицейскому несколько ударов руками и ногами по различным частям тела Когда нарушитель и его 20-летний сын сели в машину и попытались скрыться с места происшествия Они были задержаны сотрудником полиции, который произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля После чего их противоправные действия были пресечены Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей каждому Следует отметить, что в отношении отца 20-летнего осужденного составлен протокол за совершение административного правонарушения Предусматривающего ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения В Чебоксарах увековечили память Олега Беспалова Мемориальная доска воину-десантнику погибшему в Афганистане появилась в столичной школе номер 7 На церемонии ее открытия присутствовали родные и близкие военного, сослуживцы, одноклассники, а также глава города Евгений Кадышев Олег Беспалов окончил школу номер 7 в 1979 году, а уже через год был призван в армию А спустя еще два года воин-десантник погиб в Афганистане при исполнении интернационального долга Указом Президиума Верховного Совета СССР он был награжден Орденом Красной Звезды посмертно С 2009 года Чебоксарская школа номер 7 носит имя прославленного выпускника Глава Чебоксар Евгений Кадышев отметил, что горожане помнят о героическом поступке А для подрастающего поколения Олег Беспалов во многом является примером Олег Беспалов был нашим городским жителем Жил недалеко, вот на улице Жданова, здесь через квартал, который сейчас носит его имя И то, что и улицу назвали в честь героя, то, что и школа носит имя Олега Беспалова Это большое такое дело в памяти, во-первых, его подвига, а во-вторых, в таком правильном патриотическом воспитании подрастающего поколения Глава администрации районов и городов этой осенью пройдут обучение Об этом в ходе визита в Урмарский район заявил Олег Николаев Глава региона отметил, что это поможет более эффективно выстраивать систему работы муниципалитетов На сегодняшний день штат руководителей районов и городов пока не укомплектован Вакантным остается кресло сити-менеджера в АллатРе Свободные две ставки глав районов в Козловском и Урмарском По результатам визита в последний район Олег Николаев дал много новых поручений Небольшое производство, в котором занято 15 человек, выпускает продукцию, без которой невозможна нормальная работа систем водоснабжения Гидроаккумуляторы и гидробаки Изделия реализуют на территории всей страны Малый бизнес набирает обороты и планирует расширение Для того, чтобы увеличить объемы, здесь намерены закупить два новых пресса В первую очередь, наверное, покупка оборудования в лизинг Есть там мне приложение пришло с мини-экономразвития Вот я его изучил, в принципе, приложение хорошее На предприятии Светланы сегодня трудится более 70 человек Открыты филиалы в трех районах Сегодня швейное производство, специализирующееся на пошиве спецодежды, курток и постельного белья, можно назвать градообразующим Молодежь приходит, вот более 50% у нас работает молодые до 40 лет, от двух и более детей Тем не менее, для того, чтобы увеличить объемы производства, необходимо решить проблему кадров Олег Николаев напомнил о системе специального профессионального образования и целевом методе обучения А также о том, что можно эффективно использовать программу переподготовки, которая действует в республиканских центрах занятости Курс повышения квалификации в этом году предстоит пройти и главам районов и городов В управлении муниципалитетом в идеале требуется комплексный подход и взаимодействие всех субъектов, и власти, и бизнеса Ярким примером образовавшегося дисбаланса в этой связке стал детский садик «Колосок» Здание было построено более 40 лет назад На капитальный ремонт из республиканского бюджета выделено более 8 миллионов рублей По словам директора дошкольного учреждения Эльвиры Васильевой, плановые работы уже завершены на 80% Произведена замена системы отопления, отремонтирована кровля Украсили садик и новые окна, внутри продолжается отделка помещений Однако в план реконструкции не вошли ремонт входной группы и замена дверей Не предусмотрено и обустройство подъездных путей Как оказалось, местные власти не включили эти виды в работ в проектно-сметную документацию Я уже много раз давал задания Вот если мы делаем капитальный ремонт здания, будет здание красивое Вот раз пришли, асфальт, если останется такой же, вот оттуда, начиная сюда И вот такая входная группа, зачем называется, мы делали все остальное Поэтому посмотрите, что у вас по городской комфортной среде По текущему ремонту и так далее Ну как бы надо вот группировать все работы вокруг объекта Если мы делаем капитальный ремонт социального объекта, вкладываем большие деньги Вот такие мелочи оставляют, но это стыдно должно быть уже Олег Николаев поручил в кратчайшие сроки представить обновленную смету реконструкции детского сада Где будут учтены все недоработки Светлана Познякова, Алиса Александрова, Никита Углев, Вести Чувашия Олег Николаев также побывал на спортивных объектах района Он ознакомился с ходом реконструкции здания Урмарской детско-юношеской спортивной школы Здесь запланирован большой объем работ, необходимо провести капитальный ремонт кровли Установить дренажную систему и заменить полы в спортзале На укрепление материально-технической базы спортшколы из республиканского бюджета Выделено более 14 миллионов рублей До конца года планируют завершить и работы по строительству футбольного поля По словам директора спортшколы Сергея Архипова, аукцион на поиск подрядчика объявлялся пять раз Однако организация, готовая взяться за реализацию проекта, пока так и не нашлась На строительство современного поля в этом году из республиканского бюджета Выделено более 30 миллионов рублей Есть вся проектно-сметная документация и заключение госэкспертизы Сейчас республиканский Минстрой ведет переговоры с компаниями, которые могли бы взяться за строительство спортивного объекта В поселке надеются, что первый матч на новом поле с искусственным покрытием состоится уже в этом году Несмотря на пандемию коронавируса, за последние полгода при участии Центра экспортной поддержки Чувашии Предприятия Республики заключили контракты на 1,7 миллионов долларов США За шесть месяцев республиканский центр «Мой бизнес» помог продвинуть местные товары на зарубежные рынки 67 предприятий К примеру, компанией проекта «Электротехника» удалось договориться о поставке литых трансформаторов в Египет и Арабские Эмираты Проект «Электротехника» специализируется на производстве литых трансформаторов, которые питают электричеством в московский метрополитен А также продукция стоит на таких крупных предприятиях, как «Кроссатом», «Транснефть» и «Газпром Бурение» Технология производства, которую применяет шумерлинская компания, относительно новая Большинство российских предприятий выпускают масляные трансформаторы А проект «Электротехника» специализируется на производстве литых Масляные трансформаторы на сегодняшний момент занимают где-то процентов 70 рынка Литые трансформаторы, эта технология, скажем, только-только сейчас, она входит в такой основной тренд. И мы как раз эту технологию продвигаем. То есть вот этот рынок, он все больше и больше завоевывает потребителей рынка. Поскольку они более безопасны, более энерго, как говорится, обеспечены и наиболее востребованы. То есть они вот самые главные пожаробезопасности. Проект «Электротехника» производит трансформаторы от начала и до конца. Здесь же на предприятии их тестируют. Территория цехов небольшая, всего 3000 квадратных метров. А на производстве работают 30 человек. Несмотря на небольшие масштабы, с компанией сотрудничают многие зарубежные страны. Основные наши заказчики в странах Казахстан, Республика Беларусь, были поставки в Армению, Кыргызстан, Узбекистан и в страны Латинской Америки. Это Мюнисейла, Боливия. На экспорт идет 30% выпускаемой продукции. В ближайшем будущем компания планирует выйти на рынок восточных стран. Расширить географию поставок помогает Центр экспортной поддержки «Чувашии», который регулярно способствует участию предприятия проекта «Электротехника» в международных выставках. Участие в выставке в Арабских Эмиратах и в Египте в прошлом году позволило компании привлечь дополнительных покупателей. На выставке мы зафиксировали порядка 50 обращений потенциальных покупателей на стенд наших товаропроизводителей. И сейчас видим, что эти покупатели потенциально уже переходят в разряд покупателей реальных. Каталоги продукции уже переводят на арабские. На конкурс «Мастер наследия народного искусства» начали поступать первые работы, причем присылают их даже из Архангельской области. Судьи творческого состязания определяют самых достойных в номинации «Лучший ремесленник Чувашии 2020» и «Лучший молодой ремесленник Чувашии 2020». Отдельный жюри будет оценивать работы по следующим номинациям. Сувенир, посвященный столетию образования Чувашской автономной области, а также туристический сувенир. Выбирать финалистов и победителей будут, исходя из определенных критериев. Если говорить о столетии, то, конечно, конкурс, посвященный столетию Чувашской автономии, «Лучший ремесленник», то здесь номинации какие? «Мастерство исполнения», «Оригинальность», «Новизна и уникальность исполнения» и «Сохранение традиций». А если мы говорим о сувенире, то здесь еще добавляется и возможность коммерциализации, скажем так, стоимость работы, возможность для того, чтобы организовать серийное какое-то производство. Конкурс проведут в два этапа. Республиканский продлится до 15 августа, а всероссийский – до 10 сентября. В прошлом представители Республиканского бизнес-инкубатора совместно с Минэкономразвитие и Торгово-промышленной палатой Чуваши уже проводили подобный конкурс. В нем приняли участие 43 мастера народных художественных промыслов. Организаторы ожидают в этом году большего наплыва желающих. Объясняют это тем, что в сложившейся эпид-обстановке интерес к продвижению своих умений и знаний стал выше. Пока оформили заявки и уже прислали свои работы чуть более 10 мастеров. Узнать более подробную информацию и условия конкурса можно по телефону 70 91 61 или 499 995. В администрации Московского района Чебоксар чествовали супружескую пару, которая вместе уже четыре десятка лет. Владимир и Эльза Сорокины всю жизнь трудились на Чебоксарском приборостроительном заводе и познакомились на работе, шутят супруги. Точнее на отдыхе в санатории, куда их направили с предприятия. И вот уже 40 лет идут рука об руку. Супруги воспитали сына и дочку, у них подрастают трое внуков. Вы пример для подрастающего поколения. Именно глядя на вас, изучая вашу биографию, наше поколение равняется на вас. В торжественной обстановке супругам вручили медаль за любовь и верность для Владимира Олеговича и Эльзы Яковлевны. Общественная награда стала неожиданностью. Семья говорит, что столько лет живут в мире, и согласие не ради какого-либо поощрения, а потому что ценят друг друга. — 40 лет — это, кажется, такая дата. А на самом деле они пролетели, и никто не заметил. — Да, действительно. — В стране все перевернулось за эти 40 лет, столько с тобой было. А у нас как жили, так и живем. — Да, в любви и согласии. — Не спеша, он подрастает. Так что секретов таких особых нет. — Секрет в семье. И любить надо. — Спокойствие. — Да, любить надо, помогать. И самое главное — уважать друг друга. В Чебоксарском микрорайоне Новый город зарегистрирован 10-тысячный юбилейный житель. Им оказалась мама троих детей Людмила Маркова. Семья недавно приобрела квартиру. В честь памятного события строительная компания «Искаче» вручила подарки всем членам семьи. А наша съемочная группа узнала, почему супруги купили жилье в этом месте, и что стало решающим моментом при выборе. Людмила и Николай Марковы квартиру в компании «Искаче» приобрели в прошлом году. Прописались в ней недавно. И неожиданно для себя оказались юбилейными жителями нового города. Чем не повод отметить такое знаковое для всего района событие. Подарки компания подготовила для каждого члена семьи, даже для самого младшего — Савелия. Родители троих детей объясняют, почему выбрали жилье именно здесь. Им понравились не только квартира, дом, его расположение, но и даже то, как продумана дворовая территория. Дизайнерские задумки пространств для отдыха детей и взрослых. Честно говоря, нам понравился вот этот двор без машин. Для детей очень удобно. Нет машины и как бы все безопасно. Детские площадки, мне очень понравилось. Обустроенная территория. Немаловажную роль в выборе сыграла и социальная инфраструктура района. Компания создает новые благоустроенные места, проектирует и совместно с городом строит новый социальный объект. На сегодняшний день уже построено четыре детских сада, мы проектируем еще два. Завершается строительство самой большой в ПФО школы на 1600 мест. Семья мечтает побыстрее перебраться в новое жилье. Ремонт в квартире почти завершен, осталась отделка некоторых комнат. У нас вот здесь вот очень просторно детям, как бы и на велике можно покататься. И поиграть. Кухня-гостиная, да. Планировку Людмила и Николай выбрали сами. Решили, кухня-гостиная – лучшая идея для семейных посиделок за большим столом. Дизайн каждой комнаты супруги продумали до мелочей. И уже считают дни до переезда. Через пару месяцев семья Марковых справит новоселье и начнет обживать квартиру и свой новый уютный двор. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия. Сегодня в 21 час на нашем канале очередной выпуск программы «Мастер спорта». Ее автор и ведущий Вячеслав Ильин расскажет вам о том, какая команда пополнит ряды национальной молодежной хоккейной лиги, а также где и как ведут подготовку спортсмены Чувашии, входящие в состав сборных команд России. Это была последняя информация выпуска. Приятного вечера в компании с каналом «Россия-24». Увидимся завтра в 17.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова